МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 июня на заседании правительства России премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал федеральную целевую программу развития Карелии до 2020 года. К своему юбилею республика гарантированно получит от федеральных властей подарок в виде 15 миллиардов рублей. Сразу после подписания документа, находясь еще в Москве, глава республики Александр Худилайнин провел видеоконференцию. О том, что федеральную целевую программу официально приняли в Москве, Александр Худилайнин рассказал непосредственно с места событий и пообщался с карельскими журналистами в режиме видеоконференции. По словам главы, документ, подписанный председателем российского правительства, можно назвать историческим. В рамках программы республика получит финансовую поддержку на развитие инфраструктуры и экономики. Мы предполагаем потратить из бюджета республики 1 миллиард 400 миллионов рублей, из бюджета Российской Федерации за 5 лет мы можем получить 15 миллиардов рублей и привлеченных средств без малого 119 миллиардов рублей. Эти средства подтверждены соглашениями, гарантийными письмами. Это средства конкретных инвесторов, которые уже пришли на территорию республики Карелия. Первоначально из федерального бюджета предполагалось получить более солидную сумму. Однако, по словам карельских экономистов, присутствовавших на видеоконференции, 15 миллиардов тоже деньги. Безусловно, эта федеральная целевая программа будет существенным подспорьем для развития республики. Как я уже сказал, ее можно в целом рассматривать как некий бюджет развития при серьезной поддержке федерального центра. Карелия стала пятым по счету российским регионом, получившим свою собственную федеральную целевую программу, реализация и финансирование которой начнется с 2016 года. Как сообщил глава правительству, придется серьезно потрудиться, чтобы воплотить в жизнь все, что задумано. Александр Лычагин, Иван Медведев, телеканал НИКО+. Сегодня тема нашего карельского капитала – федеральная целевая программа, которая была утверждена 4 июня. И мы разговариваем о ней с министром сельского хозяйства, или, будь точнее, исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Карелии Всеволод Леонидович Телицын у нас сегодня в гостях. Всеволод Леонидович, давайте все же расшифруем более конкретно, что такое федеральная целевая программа. Наши с вами жители иногда предполагают, что этот документ связан с какими-то мероприятиями по чествованию лучших людей, по проведению каких-то праздников, связанных со столетиями нашей республики. Безусловно, это все нужно. Но этот документ, в первую очередь, это документ о развитии отраслей народного хозяйства нашего субъекта, нашей Карелии, нашей республики. Документ состоит из определенных подпрограмм, охватывающих различные отрасли экономики, такие как строительство, дорожное строительство, сельское хозяйство, объекты инфраструктуры и некоторые другие направления. Он состоит из двух принципиальных частей. Это мероприятия, а их там порядка 45, мероприятия, которые реализуются за счет средств, в первую очередь, федерального бюджета. Федеральный бюджет предполагает профинансировать эти мероприятия порядка на 15 миллиардов рублей. И вторая часть, это мероприятия, которые реализуются за счет средств вне бюджетных источников, инвесторов, тех, которые заключили соответствующие соглашения с правительством республики Карелия для реализации тех или иных пунктов программы. Порядка 120 миллиардов рублей, чуть-чуть побольше, привлекается за счет вне бюджетных источников. Сергей Леонидович, правильно ли я понимаю, что вот это ФЦП, это по-другому можно назвать план на пятилетку развития Карелии, да, с 2016 по 2020 год? Безусловно, это план на пятилетку, не с 2016, а даже с 2015, то есть уже работа по нему идет и сейчас. Да, кстати, я хотел бы еще сделать акцент, что, ну, вроде бы мы говорим достаточно давно об этом документе, но я могу сказать, что для подготовки такого документа, вот в результате очень высокой требовательности Александра Петровича, в первую очередь, который может не просто организовать работу органов исполнительной власти, но и, как он говорит, влюбить в Карелию и руководителей, и чиновников самого высокого уровня, этот документ был подготовлен за 13 месяцев. С точки зрения подготовки документов такого уровня, это очень короткий срок. Но что туда включается? Вот я все-таки хочу понять более конкретно. Мы очень много слышали вот об этом, что это, да, план развития, экономики, что включает в себя федеральная целая программа, которую утвердили на заседании правительства 4 июня. Давайте прямо вот по пунктам. Мы очень так структурированно начали. Я структурированно и продолжу. Значит, этот документ, так как он недавно принят, я думаю, в ближайшее время он появится в открытом доступе. Значит, я сейчас могу только озвучивать еще документы, так называемые, проекта, потому что официальная рассылка его еще не произошла, но примерно направления будут те, что в проекте. Ну, я могу перечислить укрупненно. Ну, например, развитие промышленности – это строительство торфодобывающего предприятия, строительство горно-обогатительного комбината на месторождение Малибдена, модернизация Карельского Акатыша, строительство и ввод в эксплуатацию 15 новых и модернизация действующих предприятий, там целый список и так далее. Лесопромышленный комплекс, реконструкция и модернизация Сегерского ЦБК, модернизация и реконструкция Кондопогем, создание и производство лесоматериалов строганого поганажа и клееных изделий в Костомукше, другие пункты, развитие производства транспортных средств, расширение судостроительных мощностей на базе Нижского судостроительного завода. Да, вы знаете, что... Да, это мы уже открыли тоже на День Республики. ...что совершенно конкретные шаги прошли. Развитие генерирующих мощностей, это реконструкция пяти малых гидроэлектростанций, перечень указан совершенно конкретный. Агропромышленный комплекс, про который мы можем более подробно... Агропромышленный комплекс, вы как министерство хозяйства ответите за него сейчас... Обязательно, да, расскажу. ...по всей строгости сегодня. Да, три пункта там есть. Особым отделом выделено создание промышленных и индустриальных площадок. Это места, там где можно будет привлекать инвесторов на готовые и подготовленные инфраструктурные территории для развития тех или иных промышленных производств. Здесь прописано везде, где это должно быть. Следующий раздел большой. Развитие внешнеэкономической деятельности подразумевает строительство международного автомобильного пункта пропуска, реконструкцию железнодорожного пункта пропуска Верцеля, другие направления. Тут немножко осталось. Развитие транспортного комплекса и дорожного строительства. Идет речь о реконструкции участков дорог, капитальных и искусственных сооружений, взаимосуществующих деревянных мостов, строительство мостов и перечень этих объектов совершенно конкретно и указан. Причальные стенки. Отдельным пунктом выделены сети посадочных площадок, реконструкция, строительство автодороги и так далее. Объекты коммунального хозяйства выделены в отдельный подпункт. Это обеспечение реализации Пудурского мегапроекта, инженерной инфраструктуры земельных участок в целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей, реконструкция зданий пожарного депо. Энергетическая инфраструктура предусматривает строительство ЛЭП в различных районах республики. И по каждому из этих пунктов даны сроки, указаны сроки, предусмотрены суммы финансирования из бюджетов различного уровня, федерального, местного, средств, инвестора. Разбита работа по годам, соответственно, дальнейшая работа будет строиться. Я вот специально вас не перебивал, несмотря на то, что это очень длинный был перечень всех пунктов, чтобы понять, насколько масштабная вот эта федеральная целевая программа. Мы вообще, наверное, да, это какой-то эксклюзив. Мы первые, кто в средствах массовой информации как-то более полно ее осветили. Она еще не опубликовалась. Действительно, это действительно вы впервые сделали, потому что вот эти документы, эти данные, они не были тайной. Это действительно очень короткое время, вносилось очень много изменений, дополнений. И, как я уже сказал, в конечной редакции, но мы ее увидим, может быть, даже немножко будет отличие от того, что я сказал, хотя основная часть сохранится. Скажите, вот это все нужно сделать. Сейчас, после того, как была утверждена концепция, какие вот непосредственно сейчас нужно предпринимать шаги для того, чтобы реализовать эту программу? Ну вот смотрите, в четверг, 4-го числа на заседание правительства в Москве была принята и утверждена федеральная целевая программа, а 5-го в пятницу Александр Петрович уже проводил совещание вечером по тем направлениям деятельности, что нужно сделать в первую очередь. Самое первое, что нужно делать, это изготовление проектно-сметной документации по большинству из объектов, про которые мы говорим. То есть это почти все объекты строительства, объекты капитального строительства, либо реконструкция, нужна проектно-сметная документация. Этим мы уже должны заняться в этом году. То есть уже первые результаты мы должны получать к концу года в виде этапов проектно-сметной документации, а где-то законченных комплектов. Проектно-сметная документация, она требует ведь денег на ее создание? Совершенно верно. Поэтому в бюджете Республики Карелия предусматривается выделение средств на изготовление проектно-сметной документации, потому что Республика также участвует в софинансировании по своим возможностям этой федеральной целевой программы. Также ряд документов, ну надо сказать, что кое-что делалось и до, не дожидаясь момента утверждения, и какие-то вещи делаются и будут делаться инвесторами самостоятельно. Ну вот хотя бы взять тот же пример судостроительного завода. Он же уже запущен этот проект, хотя он включен в любую программу. Ну как я сказал, что мероприятия различные, не только проектно-сметная документация. Ну вот что касается Онежского судостроительного завода, то там акцент немножко идет в другом. То есть он идет с точки зрения, ну элементов реконструкции безусловно, но и в том числе с точки зрения привлечения льготного финансирования для того, чтобы он, так сказать, вышел на проектные мощности, раз. И второе, с точки зрения формирования и расширения государственного заказа. Сейчас уже там формируется государственный заказ на строительство. То есть вот эти направления первоочередные. Хотя и вопросы модернизации тоже в федеральной сельскохозяйственной программе есть. Селик Леонидович, ну давайте теперь от общего перейдем к частному, но в общем тоже немаловажному. Безусловно, это сельскому хозяйству. Скажите, в целевой программе достаточно ли место уделено развитию агропромышленного комплекса Карелии? С вашей точки зрения. Ну, как чиновник я должен сказать, что, конечно, достаточно. Как министр я, конечно, хотел бы, чтобы более широкое внимание было к сельскому хозяйству, безусловно. Хотя я понимаю, что, ну это, конечно, шутка, потому что за каждым вот этой вроде бы простой строчкой стоят огромные финансовые ресурсы и огромная ответственность и бюджета федерального, и бюджета, конечно же, республики. Я хочу еще, прежде чем перейти к обсуждению вот конкретных пунктов, а там три пункта касательно агропромышленного комплекса Карелия, я хочу сказать, что ведь, когда мы говорим про федеральную целевую программу, надо знать, что вот синергетический эффект от этой программы, он присутствует, потому что большое количество соглашений различного рода планов, оно уже сейчас заключается как бы во взаимосвязи с этой федеральной целевой программой. Я поясню чуть попозже, что это такое. Агропромышленный комплекс представляет три проекта. Значит, это проект развития Кандапожского хлебкомбината, это строительство двух птицефабрик. Одна птицефабрика яичного направления, другая мясного направления. Надо сказать, что если по первому проекту, ну, у нас есть уже предприятие, которое надо модернизировать с точки зрения увеличения мощности по помолу муки, в первую очередь, по строительству комбикормов, то вопросы строительства птицефабрик, они на сегодняшний момент еще, ну, так сказать, в начальной такой стадии. У нас, к сожалению, мы утеряли мощности по птицефабрикам, в Карелии было достаточно широко развито птицеводство. Сейчас у нас одна птицефабрика, расположена здесь, на территории Петрозаводского городского округа. Нам, конечно, нужно развивать это направление. Так вот, когда я говорю о синергетическом эффекте, то я могу, например, привести такой пример. У нас не так давно заключено соглашение, буквально вот тут чуть больше полутора месяцев назад, с Россельхозбанком, который предусматривает в том числе инвестирование в различные проекты. И мы прорабатываем, только что сегодня было очередное совещание с руководителем филиала, мы прорабатываем вопросы, вот, связанных с федеральной цельной программой, но лежащих вне вот тех пунктов и реализуемых, допустим, через потенциал Россельхозбанка. Тоже по строительству и по модернизации вот существующей птицефабрики на базе ОАО «Корм», о которой я говорил, по модернизации, возможной модернизации строительства второй очереди свинокомплекса. У нас он есть в Кондопоге, он у нас расположен в Березовке. Поэтому... Ну, то есть, получается, что есть еще проекты, которые непосредственно... Взаимосвязаны. Ну, то есть, прямого отношения они не имеют к ФЦП, но, тем не менее, если бы не было ФЦП, то, возможно, не было бы этих проектов, да? Безусловно. Такая связь. Если взять план мероприятий в рамках соглашения между Россельхозбанком и правительством Республики Карелия, ну, там, допустим, там есть, например, даже отдельный пункт, подготовка предложений по проектам и материалам, приуроченным к празднованию столетия, там, образование, значит, участие в реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики, они у нас отражены в том числе и в федеральной целевой программе, ну, и так далее, и так далее. То есть, как я уже сказал, такой комплексный подход и взаимосвязь, безусловно, существует. Но, насколько я еще помню, ну, может быть, я поправьте, если я ошибаюсь, вот этот контакт-центр, который здесь открылся, тоже ведь Россельхозбанка? Совершенно верно. Но Россельхозбанк, ведь, ну, это такой ключевой, знаковый банк для предприятий сельхозяйственной отрасли. Он, конечно же, не единственный, и другие банки кредитуют. Но вот Александру Петровичу удалось, как я уже говорил, влюбить, в том числе и руководство Россельхозбанка в нашу республику. И очень пристальный интерес и от председателя правления Россельхозбанка, Юрия Николаевича Патрушева, к нашим проектам непосредственно есть. И мы, конечно, будем через новые формы, которые мы обсуждаем, которые не реализовывались в республике Карелия, разрабатывать возможные источники финансирования проекта. Ну, вот скажите, вы затронули там три, да, если я правильно понял, три проекта. Это по отношению к существующей инфраструктуре в сельском хозяйстве. Насколько это, вот как сравнить-то с чем это? А сравнить очень сложно с чем, потому что, например, производства яйца у нас в республике нет. Это фактически новое производство. Комбикорма у нас изготавливается только в одном месте в республике Карелия, в небольших объемах для собственного потребления. Большие партии комбикормов, они необходимы, ну, допустим, для всего животного крупного рогатого скота, для свиноводства. И потребление комбикормов составляет тысячи тонн у нас сегодня в республике Карелия. Поэтому сравнить очень сложно, потому что эти элементы, ну, рынка, скажем, они открыты на сегодняшний момент. То есть они, в общем-то, нулевые фактически. Много сейчас говорится в последнее время о необходимости импортозамещения. Да, и все равно, прежде всего, ну, в связи с санкциями, со всем остальным, в связи с продуктовым эмбарго, чаще всего у людей, конечно, импортозамещение – это прямая ассоциация с продуктами, которые нужно где-то, их нужно брать отечественного производства. Мы много об этом говорим, но на прилагках все равно недостаточно. А в Карелии что делается в плане импортозамещения? Ну, вот этот процесс импортозамещения, я хочу сказать, что он достаточно ведь небыстрый. Вроде бы, ну, хорошо, закрыли границы, торгуй. Мы все прекрасно понимаем, что очень большая зависимость от западных поставок у нас и на сегодняшний момент есть. Ну, например, это комплектующие к оборудованию, это расходные материали по упаковке, это различные присадки. И для того, чтобы у нас, в принципе, страна перешла на такие серьезные рельсы импортозамещения, требуется очень серьезная работа. Она сейчас идет, эта работа. Но ведь мы тоже, ведь Карелия, неизолированная какая-то экономическая такая вот обособленная, не знаю, там, область. Мы взаимосвязаны, экономически интегрированы в систему не только агропромышленного комплекса, но и промышленного комплекса, экономики вообще страны в целом. Потому что поставки, ну, допустим, не знаю, тары стеклянной, ну, не знаю, для упаковки икры, ну, они делаются в другом регионе, там, где-то в Подмосковье, а где-то на Украине, там, еще до сих пор делается. Упаковка для молока, она где-то еще импортная, но начали уже там выпускать, допустим, кстати, тоже в Подмосковье. То есть этот процесс, он сейчас идет на сегодняшний момент, но он далеко не закончен. И здесь существует еще одна проблема. Ведь иногда, что греха таить, если мы про продукты говорим, некоторые вещи, ну, они немножко так спекулятивно используются производителями пищевой продукции. То есть просто идет, ну, допустим, не импортозамещение в прямом смысле этого слова, а просто рост цен на определенную категорию продуктов, занимая ту нишу, из которой ушли иностранные производители. И мы мониторим такие вещи по основным группам товаров и, значит, принимаем соответствующие решения. Надо сказать, что основная, конечно, может быть, предвидя ваш следующий вопрос, основная, так сказать, ну, что ли, наиболее активно вот этот вопрос по импортозамещению, он сказался, конечно, на работе форелеводческих хозяйств, да. Потому что производство у нас, в первую очередь, сбыт продукции аквакультуры, он у нас вырос очень серьезно, значит, проблем по сбыту фактически нет, и рынок очень емкий. И нам сейчас, ну, просто преступно не воспользоваться тем шансом, которым нам дает вот судьба. Не просто увеличить, значит, стоимость нашей продукции, а именно сформировать вот эту нишу, вот это вот... Занять ее полностью своей продукцией, да. Занять ее полностью. Поэтому в министерстве мы сейчас по поручению Александра Петровича Худилайнина, мы рассматриваем иные способы поддержки и регулирования, скажем, сельхозпроизводителей. Если у нас раньше была просто дотационная система производства того или иного вида продукции, просто дотации на литр произведенного молока, на гектар, там, пашни, к примеру, то мы сейчас будем переходить на стимулирующие методы поддержки для того, чтобы, в первую очередь, не по фактическому производству шло финансирование, а по достижению определенных результатов. Эти результаты должны быть в динамике, они должны быть описаны соответствующим образом в виде плана развития, в виде дорожной карты развития предприятия. И вот именно так мы сейчас будем делать, и это приведет к усилению скорости, так сказать, импортозамещения в целом. Ну, замечательно. Мне кажется, что это такая достаточно логическая связь, опять же, вот все у нас сегодня структурно, так это от большой программы, до большого пятилетнего плана развития республики, до небольших планов развития хозяйств вот прямо на местах, чтобы было все четко и по плану все развивалось. Спасибо большое, Вселательни, что пришли, что ответили на наши вопросы. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас сегодня в гостях был исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Корелев Вселательницын, а вы смотрели программу «Корельский капитал». Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok